Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня мы посмотрим реакцию The Fairy Voice Mother на песню «Грешная страсть». Я сам не знаю, как я упустил данное видео, поэтому давайте наверстаем. Привет, мои хорошие! Я Fairy Voice Mother. И сегодня мы посмотрим на Димаша Кудайбергена с песней «Грешная страсть». Сказать, что я взволнована, значит ничего не сказать. Сколько же раз мне отправляли этот запрос? После моей первой реакции на Димаша. Это будет моя вторая реакция. И если здесь будет что-то вроде первого видео... Ты явилась нежданно Как из лунного сна О, если б знала ты, что мне нужна Только ты одна Линьи долгие лили Были ночи без сна Но в стуже сердце озарило, как весна Только ты одна Итак, здесь уже есть пара вещей, от которых я без ума. Одна из них – это его манера сближения с каждой нотой в этой фразе. Он использует вокальный фрай в начале ноты Голосовые связки не закрываются до конца, чтобы взять ноту чисто. Поэтому вы слышите вот эту трескотню. Это маленькие пузыречки воздуха, проскакивающие через голосовые связки. Это способствует медленному закрытию голосовых связок. И можно получить по-настоящему мягкую ноту. Это во-первых. Ещё мне очень сильно понравилось. Это экстремальное снижение его гортани. Когда он берёт низкие ноты. Он переходит к более подвешенному положению гортани на первой ноте. И потом он намеренно опускает свою гортань, чтобы получить вот это дополнительное тепло и глубину вот здесь. И плюс здесь ещё одна вещь, которая, несомненно, придаёт красоту звучанию. Это абсолютно воздушные завершения. Ты одна. Диафрагматичная вибрато. Диафрагматичная вибрато. Диафрагматичная вибрато. Очень плотные голосовые связки и низкое выдвинутое положение гортани. Так гладенько. И так бесшовно он переходит на этот поразительно звучный фальцет. И здесь положение рта намного шире. Для большей лёгкости и т.д. и т.п. Потому что он знает, что фальцет образуется ещё дальше. И чтобы не звучать вот так пасически, он звучит вот так. Его язык расслаблен. И можно даже заметить, как он двигается под воздействием гортани. Основная часть языка находится вот здесь, рядышком с гортанью. И если ваш язык расслаблен, и у вас достаточно мощная гортань, то получится вот это. Этот звук в самом начале был мягким. Это значит, что и вся нота прозвучит так же мягко. Если бы он хотел взять эту ноту чуть жёстче, тогда начало его ноты было бы мощнее. Он бы касался кончиком языка до альвеолярного гребня. Вот здесь. Но он так не сделал. Он хотел, чтобы это прозвучало мягко. Поэтому стороны его языка приподняты к твёрдому нёбу. Плотные связки, низкая гортань. Классический стиль. А здесь современный смешанный белтинг с поднятой гортанью. Это просто поражает. Мне прям не втерпёшь услышать всё остальное. Меня аж трясёт от возбуждения. Мне иногда кажется, что она сумасшедшая. И у меня теперь вопрос. Это произошло до Димаша? Или это он свёл её с ума? Обожаю вот эту его позу. Басталды. Люблю, люблю его. Люблю, не могу. Здесь он держит свою гортань низко в течение всей этой утончённой секции. Это служит ему чем-то вроде взлётной полосы, чтобы потом взмыть вверх. Это же был просто нереальный прыжок вверх до этой ноты. И для такого манёвра необходимо подготовиться. Возможно, это более высокое положение гортани. Возможно, он поднимает руку, чтобы помочь себе сделать это. Но он уже прошёл испытание на прочность за несколько секунд до этого. До вот этой кульминационно высокой ноты. Что ж, это же та же самая поза, которая была у него в песне S.S. Всякий раз, когда он готовится сделать драматический вокальный сдвиг, он и физически трансформируется. Меняя свою форму в целом. Как инопланетянин. Ёшкины дети Я просто не выкупаю. Как он там сидит на расслабоне? Хорошо, хорошо, всё. Достаточно. Всё, хватамба. Как ему это вообще пришло в голову? У меня нервный срыв, после которого не оклематься. Если бы я там была, я бы очки отбросила. И почему он такой спокойный? Я понимаю, что это сплошной шквал техники. Я знаю, что он делает. Но как вообще можно было до этого додуматься? Как он вообще пришёл к такому? Ладно, давайте вернёмся назад. И первое, что было, йодль. Он начал пропевать это, как классический йодль. Но потом это перешло в каприно. Но потом это перешло в каприно, что в переводе с итальянского означает, как козлёнок. Это оказывается так весело. Нужно зажать свою гортань в одном месте и похлопывать её множественными импульсами голосовых связок. А потом замедлить это до такого звучания. Как только он завершает эту секцию из йодля и каприно, он уже переходит в более естественное вибрато. Он опускает свои лёгкие вниз. И потом возвращается назад, чтобы получить этот прекрасный плаксивый крик. Он нашёл идеальную позицию для своего смешанного белтинга. Она сейчас немного тоньше. Его голосовые связки натянуты и выдерживают это. И мы все такие, ого, Димаш, это же невероятно. Даже не ого-го, а гогошеньки. А потом он такой, серьёзно. Боже мой, Димаш, если бы в мире существовала художественная галерея для вокальных мелизмов, то вокруг вот этого была бы расставлена огромная верёвка и пять уровней охраны. И тянулась бы километровая очередь, чтобы просто глянуть на это чудо краешком глаза. Тоже им так наступил на ухо. Да встаньте уже ради всего святого. Просто нет слов, чтобы описать это всё. Это одновременно и очень напряжённо и очень приятно. Слышать такую гигантскую вокальную палитру. И всё это в одном человеке. Вы точно не увидите такого в западной музыке. И это то, что реально можно назвать грешным. Это и есть грех, друзья. Его нельзя просто назвать искусным вокалистом. Потому что эти слова сейчас раздают направо и налево людям, которые просто хорошо поют. Но здесь же не просто хорошее пение. Эти вокальные техники, которые он использует, они такие продвинутые. И если бы я попробовал объяснить вам всё в мельчайших деталях, как я это обычно делаю, то я бы говорил об этом часами. Возможно, я сделаю это как-нибудь. Я сделаю целый список из техник, которые он использует. И сниму целый сериал под названием «Вокальные техники Димаша». Но оставаясь верной формату этого видео, что является в основном реакцией щепоткой технического анализа. На этом всё. Это была моя реакция. Надеюсь, вы счастливы. Спасибо вам большое за вашу рекомендацию. Всем, кто просил это видео, оно получилось... ...таким. И спасибо вам за то, что сегодня были со мной. Надеюсь, вам всё понравилось так же, как и мне. Если у вас есть ещё запросы, не стесняемся и пишем их в комментариях. Я с удовольствием сделаю это. Всем чудесного дня. Люблю вас очень сильно. Пока. И в конце хотел бы добавить, что Лоли настолько же экспрессивна, насколько она умна. Всех обнял. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok